Это чуть-чуть потрук, потрук, потрук. Человек, он кусок мяса с эго, но только душа его бесконечно. Обожаю морзан. Вот у меня, честно, мое качество жизни улучшилось после того, как я... Это ты голубой. Ты не залепил. Fake news. Илон Маск, да? Хотел в Шимкенте. Но ты уважаешь Назарбаева. Без лицемерия. Мы так же и останемся шимпанзе. Для него, как мы говорили. Похрань, что будет страной в будущем. Они же уже все, умрут. Ахахахаха, что мы умрем? Все же идет из земли. Родан, земля это первая чакра. Плодородие. И все, они плодородные идут, у них поток правильный идет. Именно в Украине? Да, в Украине. Там девушки красивые, парни талантливые, все креативные. Они же, это же душа России. Так же выглядит, но весь контент выдает. Душа России, бро, вот по факту. Они туда смотрят и заряжаются. Любая красивая девушка в России, это либо белорусская, либо украинка, братан. Да. А то есть у нас что, земля не очень такая? У нас крутая земля. Вот Украина уже ракурс побыл немного. Сейчас он как будто на Казахстан. Сейчас казахи внедрились везде. Много чего инновационно идет. Миллиардеры, там вот даже Адиль с криптонитом, да, разорвал все СНГ. Режиссеры. Сейчас время казахский ген активируется. Ну что, уже пишут что ли? Он который засиделся. Да. Я же не знал пацаны. Он пишет. У нас видеопродакшен и так далее, просто мы сами чувствуем, что все заказы и так далее уходят в Украину. То есть там люди реально, то есть в плане творческого и так далее, у них намного все поставленнее, все немного дешевле, потому что там рынок развит. И люди реально креативные. Потому что еще видишь, братан, там такого нету, там поддерживается вообще государственная система, вот эта культура, она не ограничивается. Человек с детства знает, если он в культуру идет, это будет как бы прибыльно, это модно. А у нас эту тему хоть и развивает, у нас все равно ее не развивает. У нас смотрят на моды, это агашки, это бабки, это вся вот эта тема. Ценности, да? Ценности не такие. И людей не формируют по классам, по тусам, знаешь. Если ты в тусе творческой, это сейчас модно. А раньше, в наше время, это было не модно. Да, да. Это ты голубой. Да, да. Либо он поет, он в КВА не выступает. Он взрослый, ребят, он взрослый. Он активист, пиздист. Он был у меня в магазин подписан, а Маке подписан. Серьезно? Да, братан, у меня на 6 лет стартет. Я удивляюсь. Кстати, насчет этого, то, что мы насчет Украины стали, да, я просто в этом году пять раз там был. Почему? Ну, просто часто проекты там надо как-то везет туда попадать, тесно сказать. Народ, ты едешь с таксистом общаясь, он бы режиссер. Когда тебе в Казахстане на режиссера натыкался? Нет. Потом другой, у него, оказывается, автозаправки есть, он просто хочет с людьми пообщаться. Потом другой момент, да, посмотри. Кто создал? Ватсап. Кто создал? Google. Украинцы. Столько проектов. Украина, оказывается, она вторая или третья страна идет в мире по оттоку населения еще. И у них реально еще стоит голод. Понимаешь? Отток, в смысле, народ покидает страну. Народ весь покидает, да. И, например, в Силиконовой долине, да, в Силиконовой долине, например, если у тебя программисты, короче, украинцы, то ты топ считаешься. То есть у тебя индусы, китайцы, а если у тебя украинцы, россияне, белорусы, казахстанцы, то казахстанцев мало, из этого мало кто знает. Типа, тогда вот ты крутой чувак считаешься. Потому что советская школа математики еще бешеная была. И еще, как бы, наблюдение, да, такое вот, как бы, за украинцами тоже много говорили. Они, прикинь, прямо посередине стоят, вот, востока такого, как бы, Россия, там, вот эти восточные страны, там, крымские татары, Турция, вот это все, да, и запад-запад. Они все переняли. Они все переняли. Это как душа, разум и тело. Знаешь, все соединено. Для правильного вообще, чтобы у тебя все правильно шло, ты должен как по ДРТ идти. А у них и они... Что такое ДРТ? Ну вот, душа, разум и тело. Все состоит же из этого. Мы и сами в этот мир пришли так. И у них все гармонично. А у нас в стране, братан, чистый разум и тело. Души нет. И поэтому страна страдает. Советский Союз не страдает. И если бы сильно поддержали вообще творчество, креатив, оно бы дало баланс и наша страна вышла на новый уровень. По эволюции, наверное, дойдем где-то через... Мы уже сейчас идем. Да, да. Просто молодежи нужно быть более напорными. И вот даже в культуре развивают, да, типа культуру. Они нифига не развивают. Правильно развивать культуру сейчас нужно встраивать эти хабы, творческий хаб. У нас ни одного творческого хаба нету. В Алмате есть? В Алмате типа. Но оно же не такое прям, как в Грузии, фабрика. В Грузии это вообще топ. Подожди, чтобы я понимал, что за хаб у вас в Алмате. Ну, это вот есть там всякие, как сказать, чукотские тусы, давай так сказать. А, то есть все, все, ты про это, да? Там такая мастерская спейс есть. У нас осталось не более тусерская, да? Да, она как бы везде. Но это должно, короче, формироваться на вот, брать вот эти склады, бывшие заводы и там делать хабы. Грузины убили меня, честно. Они вот круто же сделали. Представь, вот я с Каннского льва, да, приезжал, это фестиваль, вот в этом году был это фестиваль креатива, маркетинга, рекламы, 65-й фестиваль был в этом году. И грузины приезжают, всегда Каннский лев какой-нибудь, заберут в какой-нибудь номинации. Уверен. Население меньше, чем у нас, жили в одной и той же стране на протяжении долгого периода. Но почему они так, украинцы тоже, украинцы и грузины все забирают. Чувство вкуса, визуал. Визуал, чувство вкуса, блин. У меня прям белая зависимость была, когда вот я увидел, что ты в Каннах. Я такой, блин, классно. Это было круто потом. Потому что это реально, то есть это прям, знаешь, ты уже соприкасаешься, и значит через себя я где-то тоже, знаешь, соприкасаюсь. С Эйконом пообщался с Наоми Кэмпбелл, да? Да, да, попробуйте. Вот брат, я вот эту руку держал. Он, кстати, поугарал, говорит, вы казахи, капец, говорит. Я, говорит, кушаю. Он говорит, о, хорошее мясо, они говорят. А че? Он говорит, да, хорошее мясо. Он говорит, мейн, он говорит, я кушал, типа, конину, чуваки. Че вам сделали лошадки, они такие милые, говорит. О, вкусные. Просто вкусные, да? Ну ты прикинь, для них лошадь поесть это же, типа, вот, я не знаю, для нас че там. Мы бегемота, типа, слава. Да, бегемота. Я думаю внедряюсь везде потихоньку. Странно. Канино. Оценивают, люди понимают, что это не только развлечение или транспорт. транспорт я сейчас заметил что и этот узбекистан короче жестко типа развивается что ли прям кред но если мы там а грузия украине почему ну потому что смотри именно власти смена власти брат ключом но узбеки да про там вот я вот туда ездил понимаешь у них свадьбы вовремя начинается у них не бывает такого у них свадьбы вовремя все просыпаются рано утро потому что надо плов делать братан у них есть вы мультура понять нету вещей и планирование дано срок на линии то у них на пружина брак сингапур в начале да вот узбекистан да вот посмотри в чем прикол вот я просто туда вкусами куда 4 раза был мы сейчас там кстати заведение одно откроем из бекистане и прям вот очень сильно внедрился в эту всю узбекскую тусу вот смотри да лот узбекистану так посмотреть они были очень закрыты и так далее да но у них было все это трудолюбие культура есть у них есть культура бро вот узбек приедет казахстан он ничему не удивится. Ты приедешь в Ташкент, поедешь в Самарканд, поедешь в Бухарут, ты очень много удивишься, как у них свое есть. Понимаешь, у них есть автобусы, которые приезжают, едут только и чтобы кушать плов, прикинь. Приезжают автобус, люди туда 100 человек выходят, положат порции плова и кушают. У них там культура плова развита. Культура того, чтобы как бы там везде все говорят на родном языке, кстати. Там все говорят по-узбекски, там корейцы говорят по-узбекски, русские говорят по-узбекски, короче. И там вот эта культура, она из-за того, что закрытая была. Машины, все узбекское. Ты вот смотришь, у них все made in Узбекистан, конечно, не сильно качественно, стоит признать, но made in Узбекистан, и они были закрыты. Прикинь, вот когда в Ташкент едешь, как будто Алмату на 10 лет назад вернулся. Но при этом банкомат у них первый только в этом году появился вроде бы, представь. Потому что вот как раз в смену власти пришел новый президент Мирзоев, и он стал такой, либерально взглядом, налоги убрал, там понизил, вот это все-все-все типичное сделал. Поехал в Ташкент, мне это с Айсат Нурбек историю рассказывал. Говорит, я был в интерконтентале в Нью-Йорке, там Мирзоев позвал самого топового повара плова, короче, поставил и всем узбекам сказал, короче, теперь я, короче, есть, я вам ход дам, вы, короче, что хотите, то и делайте, но давайте, типа, родные мои узбеки, возвращайтесь. И тем более у них население 30 миллионов. То есть мы, короче, возвратились? Ну мы, короче, в этой тусе были и отошли сами. А у них эта вся туса осталась, она дальше двигалась. Просто они и в плане экономики и так далее, как будто сейчас вот, типа они сейчас немножко это, да, вот здесь, да, но они вот, вот это оп, 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 и прыжками сейчас жёстко... Да, вот осознавать, знаешь, вот то, что мы медленно, вот, почему мы такая вот медленно? Даже Вазан как Китай, он же стоял, стоял на одном месте и резко начал он просто поглощать. Потому что у них это как нейронная сеть уже у них нейронная сеть она как бы объединена одна идея там одно государство они лишнего не пропускают информационный канал поэтому у них в этом соку они сейчас им дали короче интернет все и они начинают сейчас просто не такая же тема вот и вы я про узбекистан и говорю что китай да как китай она точно так же но просто китай конечно же советский союз до 100 самой поедет а также и правильно же это же самая крутая технология вот эту советскую союза объединить сделать одним организмом но брону при этом серая масса то было видишь чуть не надо да но это круто можно трансформировать и все правильно как китай ну вот ну блин мне все равно дальше еще кстати вот если возвращаться про это все говорить да по идее посмотрите вот список казахстанцев которые качнули в россии он просто бесконечная касса у меня есть видео который три минуты длится и там знаешь да ну нафиг как-то да ну качнули или качала вот или какая сейчас самая крутая айти компания в россии например яндекс яндекс да казахстанцы создали по эти выходцы из казахстана ты сейчас уже нашему следующему поколению или реально это нет я вообще говорю это реально так и есть выход из казахстана этот они учились они сами сахтау или сатрау поехали у закончили фмша кстати один из них был одноклассник массимова самый прикол прикинь яндекс ски самый крутой банк россии сейчас какой сбер кто возглавляет герман герман греф он откуда с павлодарский короче прикиньте и пациент оскар хартман оскар хартман таразуски фуф я тоже реально сейчас время казахов воротами не касса то есть мы какие же как евреи поглотили мир это вот ну пойди еще за лучший режиссер пацаны вот сейчас на постсоветском пространстве кто лучший режиссер бекмамбетов да потом вы так дальше идите кто вот сейчас альбом годов самый прослушиваем альбом да ну джакальб да там из таких бойс бэндов и так далее пацаны это же вот этот как мбэнд тоже качал из бойс бэндов они пропали да по моему ну видишь они просто на другую аудиторию братан качают для девочки так далее они до сих пор качают сильно короче но есть группа да да там блин просто столько еще перечисляем везде по чуть-чуть но кстати помните вот время да помните был мурат насыров да то я про него хотел сказать мурат насыров батархан шукеев виктор цой виктор цой а он чё сказал салматы же да он не салматы пацаны салматы это просто снимали петлю вау баке надо оказывается за маржан фактчеки делайте проверять информацию подскажи здесь мы снизу выпустим то есть есть чуть-чуть пиздежа и по идее вот подниматься когда вот самый вот пиздеж пошел вот я вот заматерюсь да базар нет мы просто по идее даже то что мы обсуждаем да вот то что я хочу чтобы каждый понимал потому что это недавно только осознал мы по идее в натуре только вот просто как бы реально пиздюки да потому что говорим только ну просто говорим по идее да это субъективно прикинь вот тут на уровне министров они же это все знают они же очень умные люди они видят всю эту жопу они не могут там пипец мне кажется и так что мне кажется каждый человек пусть должен понимать что вот то что у президента какие проблемы какие проблемы у министров и как вот это когда нам год почему войны так снимаете там типа народ шлаком кормите тупым юмором ты ему берешь садишься объясняешь раскидывать почему так мы хотим тоже только социалку толкать но это нереально мы как коллектив сдохнем у нас рекламодателей не будет все мы распадемся там все свои темами начнут заниматься зарабатывать надо все-таки а ладно мика докажется у любого президента у любого там министра есть такие же вещи которые он так возьмет раскидает на объяснить не ну конечно просто все равно вот это вот уже сверху эта прошивка устаревшая до прошивки нынешняя прошивка она хочет вот ты сказал только что есть очень много умных людей они реально это знают и так далее но что они типа ну вы знают и что делают с этой информацией реально они знают мне как очень крутые люди сидят правильно вот крутые проблемы слава богу да вот я считаю так что мои друзья это наверное одно из самых это все лучшие представители молодежи казахстана да и они сидят в таких сферах и консультируют таких тот недавно мне я например прилетел сюда со своим там другом до мужской который вот на встречу к министру образования на консультацию тел они ему такие темы вталкивают пацаны они сейчас делают digital амбассадоров пять человек у которых будут черные паспорта они будут чисто по айти представлять за рубежом понимаешь и потому что об министры они говорят что нового есть ребят мы в вакууме находимся они это признают министры как мы в вакууме находимся чем можем сделать мне говорят например вот так вот так там есть ужас куда бергенов да такое он консультирует сейчас там госсектор там ребятам работают такие молодые все такие прям мировые олимпиады выиграли тогда они год разу мы посмотрели в чем система люди горит может быть правильный так далее сама система неправильно работает мы сейчас думаем над тем как систему поменять так так то есть вот эти импульсы мелкие медленный проходят и лучше примерно этому понять может быть это и отмазка будет какая-то или что нет но я по алмате сижу или по астане просто я вспоминаю что было пять лет назад эволюционируемся по-любому на прогресс но медленно да да вся вся проблема этого образования расформировки человека когда ему знаешь уже даже детские садики там неправильно уже там нужно понимать человек что лучше даже вот как тусы делится в алмате да нужно вот и делить школы очень сносить это старое образование нафиг эти учебники человек пришел с айпадом под него подбирается вообще наш поднял психолог его принимает вот такие тесты там даже знаешь емше вот этих шаманов это все соединить и как бы эволюционировать что радикально да я понял чем ты кстати чтобы отбор был правильный чтобы человек не думал блин нафиг я жизнь потратил не туда там проснулся в 30 лет 40 и поэтому человек всегда мотивирую когда он делает то что лучше всего он делает да а сейчас все хотят больше развивать душу потому что стремление души и сейчас большая минирует это вот я заметил провод у меня честно мое качество жизни улучшилось после того как этому именно слава богу вот я благодарен вот вот этому году потому что я развивался может где-то как-то физически где-то интеллектуально большую часть но именно в этом году у меня фундаментально взялось духовное развитие да потому что у меня там волосы до выпадали от стресса я начал искать в ответы на свои вопросы нашел что-то происходит такое и еще да ладно говоришь это типа обоснованно еще лучше приходит и ладно вот ты кстати сказала насчет то что там школа система как неправильно знаешь вот таких радикальных изменений государства и так далее вот чисто для себя искал вот такую миссию после получится не получится да но я бы хотел когда-нибудь в один момент по способствовать тому чтобы в этой стране чтобы в казахстане появилась первое в мире министерство маркетинга это же круто будет но почему есть министерство экономики министерство финансов но маркетинг это уже сейчас вот я недавно слушал подкаст например сета година всем рекомендую акимба называет наверное самый топовый канал по моему личному мнению подкаст про маркетинг акимба акимбо 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 да ну сет годин он вообще сах номер один из таких аналитиков и он там говорит что вот была реальная революция там аграрная революция так далее технологическая информационная революция сейчас под маркетинг фундаментально во многих вещах стоит ты не выпущешь айти продукт если ты не изучил клиента фундаментально все на маркетинге да стоит то есть и даже вот мы сейчас наше заведение которое откроем плен они что-то фундаментально маркетинге америка стала америка потому что маркетинг голливуд все фильм музыка это меди вот все и ты представь да вот у нас будет такая страна мы возьмем братан сделаем логотипы миссии введения каждому министерству пропишем каждый маркетинг тоже не про рекламу это же про философия опять подача да где хочется что-то у нас будут вот эти которые не типичный значок что там вот этот пешеходный переход а там будет прикинь то вот в шимкенте например будет какой-то самый крутой шимкент шимкенте там вот его лога какой-то стоит какой-то прикинь вместо того чтобы там типа налево-направо красиво под красиво все были стайли и дали стали обвеси почему такие у нас от этих советского сути же остались знаки а сколько всего поменялось почему это можно прикинь брата казахстан рекламирует я вот думал да вот взять мне кстати недавно ну такой человек который может доверять сказали что например илон маск да хотел шимкенте есть короче рядом шимкентом есть какой-то соль какая-то специфичная ну знаете да там соль очень который для изготовления литийных батарей очень круто подходят и у него есть тесла который нужно и он предложит по в казахстане давайте сделаем типа крутой этот завод построю наши сказали типа зарядили 50 на 50 а если бы они маркетинг шарили бы они бы подписались бы 80-20 даже это не нужно сейчас у них главный приоритет это материя материя и поэтому гуру они дальше больше ничего не видит перспективу не видит им же похорон что будет страной в будущем они же уже все умрут знаешь мне кажется как вот почему все еще есть да агарские которые типа все еще хапают 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 и своему типа поколению короче это оставлять и вот вчера или сегодня по моему видео посмотрел путина листь те которые стремятся к извлечению прибыли любой ценой вообще на все наплевать только бы деньги заработать а есть совершенно другая категория людей и она гораздо более счастливая в конечном итоге давайте не будем забывать что жизнь конечно во втором третьем поколении накопленные богатства как правило не удерживаются в семье остается только бренд а родственников там уже не остается все распыляется расходится по по другим семьям даже то что передано в наследство законным путем во втором третьем поколении исчезает из семьи поэтому просто как гопсек сидеть на золоте и накапливать неизвестно для чего бессмысленно почему вы есть все еще такие агашки и почему вот это вот у нас все медленно идет мне кажется человек он типа сам сам развивается да он начинает чувствовать что он крутой то он вроде понимает как был добиться успеха в этом и так далее есть другой слой до людей которые все еще ну типа не сами он не сама развиваются такие знаешь типа ну и отстал и и так далее и какой-то разрыв знаешь такой в этом на появляется и типа он думает блин но эти чуваки еще не готовы же деньги зарабатывать зачем им это но если все устраивает потому что у них да у них свое видение да то есть у них же у наш как программа вируса просто вирус он порабощает он хавает это как черная дыра она не останавливается черная дыра только растет они как черный берез аппетита когда эти черные дыры им просто нужно это антивирусом удалить вот то есть человек если сама развивается делает результат деньги и так далее то есть вот это примерно чтобы утихомирить это же получается душа примерно до душа когда душа она видишь даже вот эти отцифровка казахстана вот это все к этому и приведет эти люди они даже не понимают как это все их обойдет а как то что будет работать и просто в общем еще же все же отцифровывать блокчейн это все до диджитал это все как бы это же это них не тема они люди той эры они боятся мне кажется да они не поймут они гайда это сейчас на этом заработаем это сейчас внедри а тут вах это все станет слишком прозрачно И они не поймут все. И они бессильны станут. И тогда и революция пройдет. Эволюционная революция. Да, да, да. Можешь немножко оцифровка? Диджитализация. Даже не насчет этого. Хочется пообщаться. Вот ты был на Каннах, да? Я недавно был в одном фестивале, где рекламщики, короче, встречаются и так далее. Реджол Барс. И там во время выступления, если не ошибаюсь, Асхар, да? Байтасов? Нет, нет, нет. Ускимбаев. Ускимбаев. По-моему, он сказал, либо другой чувак, что в Каннах участвовал уже сценарий. Написанный искусственным интеллектом. Написанный искусственным интеллектом. Прикинь, до этого я себя успокаивал, знаешь, типа, мы же контент-крейтеры, да? Типа, мы сценаристы, мы придумываем. Да, да. Вот это точно хакнуть не может, типа, этот компьютер. Мы, типа, до конца будем, типа, зарабатывать на этом. И круто. И тут, когда он мне сказал... А прикинь, вся вот эта вот идея потом докажет наш парадокс. Потому что мы вообще не люди, а мы просто, знаешь, искусственный интеллект, который себя уже создал и запетлил это во времени. Ура-борос. Да. И мы застряли. Илон Маск даже понимает. Вот, вот. Когда он даже подкастил у Джора, да? Да, да, да. Вот он, скажем, сказал, вот мы потихоньку себя оцифровываем. Искусственный интеллект, нужна информация. Мы каждый день задаем вот эту статистику, всю аналитику про нас. Что мы делаем, как мы себя ведем. И, так подумайте, у технологий нет же времени. Это мы, люди, ограничены временем. А у него нет. А он уже в будущем, как в Терминаторе, он уже победил, как в Матрице нас поработил. И мы просто как белка в колесе сидим. Знаешь, это... И даем энергию. Страшно было в этом моменте. Знаешь, то, что мы тужимся, пишем сценарий, придумываем, да? А как компьютер работает? В Гугле столько информации, да? Он все вот так проверил, то, что залетает, то, что драматичнее, да? То, что как ходы, да? У Netflix так работает. Структура, то есть, сценарий. Он понимает, знает, написал, напихал, все, капец. И это самое сложное, то, что я думал, типа, написать. А прикинь, другие сферы, вот так вот, как будут убираться. Мы так же и останемся, правда, шимпанзе. Для него, как говорили, да. Другом воюет, и все. Я не помню, в какой статье читал, короче, этот. Сегодня мне этот, мой тоже чувак, короче, этот напомнил. Ой, то есть, рассказал то, что Илон Маск, крутые чуваки, которые вот эту тему все задвигают. Да, то есть, они написали куда-то письмо о том, чтобы, типа, все проекты, которые связаны с ИИ, их, типа, затормозить. Да. Чтобы иметь это контролировать. То есть, проблема была в том, что мы можем это сделать, но мы не знаем, как правильно. Чтобы он на выхлопе. Да, то есть, реально, то есть, мы можем вот так, хоп, и потом просто как тело, да, для них. То есть, об этом же Илон Маск говорил. Да, да, да. Чтобы... Илон Маск, он сказал, как, мы должны стать симбиозом с ним. Да, да, да. Чтобы стать на новом уровне. Но мы можем стать не симбиозом, а просто для него каким-то вирусом, который нужно удалить. Просто реально телом, да? Он ненужный, да. Вот как в матрице, там, говорю, вот сидят просто, мы энергию вырабатываем, живем в реальности. Это же легко создать. Ну, кстати, знаете, вот, ребят, насчет этой темы я вот научусь, как, вот, второе открытие, главное, насчет духовности. И первое, что я понял в этой духовности развития, то, что мы сейчас обсуждаем, что жизнь – это игра реально. Вот представьте, что мне сказали, что мои менторы, да, так, которые видение дали, что вот, ты вот как объект, ты должен собой управлять так, как будто ты в ГТА живешь. Понял? И быть каждый день лучшая версия из себя. Точки наблюдателя. Он говорит, вот ты, Расул, держишь вот эту кока-колу, у меня кока-кола в руках была, да? Ты держишь кока-колу, а ты видишь того, кто держит эту кока-колу, говорит? Ну, то есть через призму своего эго, да? Он говорит, абстрагироваться от своего эго, наблюдать за этим существом, как за собой, и контролировать тебя. Типа, нет, не иди в клуб, иди спать. И как за игроком, типа, понимаешь? И эта игра, ты видишь какие-то вирусы, ты видишь какие-то вещи, и понимаешь? И в этой игре, самое главное, нужно понять правила, что нельзя делать, что рекомендуется делать, и что можно делать. И типа, вот так, если ты будешь делать, что нельзя делать, ты в этой игре по-любой будешь преуспевать. Типа, делай добро, оно к тебе вернется, это же банально. Ну, даже вот эта идея, брат, она же доказывает, что это модель. Это модель, я в этом уверен. Да, везде, вот даже во всех религиозных практиках, да, пацаны, я вот честно, не хочу, да, пропаганду чего-то делать и так далее, но я вот сам для себя открыл, что вот, вот то, что Ило Маск сейчас говорит и так далее, вот эти все вещи, они в иудаизме, в буддизме, в шесть аятов в Коране есть про то, что жизнь это игра, это иллюзия полная. Типа, даже там тут так написано. Даже там шесть аятов про это посвящено. Я вот, когда я это узнал, я сказал, все, я буду играть, ребят, я игрок. Конечно. Так, игрок. Спорт. Ну, видишь, бро, если ты играть не будешь, брата, видишь, если ты сам собой играть не будешь, видишь, если ты чья-то по-любой всегда марионетка же. Либо тобой играют, либо ты играешь другими. Игра. Игра. Спорт. Ну, это же, это... Киберспорт. Киберспорт. Говорят, ты открыл... Как это? А, то есть, ну, в процессе, да? Мне понравилось, как ты перешел, бро. Два раза переходил. Вообще, это топовый такой. Да, я... Да, я... В плане бизнеса, мне реально это интересно. Молодое поколение, да, которое вот играет и так далее, они вот больше понимают и знают. Может, я там тоже, этот, могу что-то, да, заработать и так далее. Вот немножко расскажи про это. Что вообще не было? Ну, я расскажу то, что я не шаривайти такой, да. Я не из-за этого выбрал. Ага. Но это же просто понятно. Я просто для себя искал, как бы, модель бизнеса, которую, как бы, на будущее. Как можно сеть развить. Человек больше всего увлекается соткой, компьютерными играми. Это же все будет расти. Все это перерастет в 3D-игры, в Oculus. И сейчас это можно сильно зарабатывать. И киберспорт, он сейчас переплюнет все виды спорта. Вот как мы так же и отцифровываемся, мы и в своих удовольствиях отцифровываемся. Там уже призовые фонды уже по 25 миллионов долларов. Вон там бешеные суммы, по этой. И это только то, что мы знаем. А таких соревнований вообще дофига за год проходит. В Китае киберспорт, он как рок-звезда. Если у нас рок-звезды, это скриптония, всегда в Корее. То там это такой худой чувак в очках уходит, и там телки писаются. Да у нас, пацаны, на гамбит сколько в Керуэнже закрыли. Да, я тебе и говорю о чем. Молодежь выносится. Ты, бро, мечту, знаешь, стольких пацанов с района выполнил. Я когда компьютерный приходил в клуб, я думал, а у меня мечта компьютерный клуб знает. Ты просто мечту же воплотил. Да, я вот почему это решил, я просто хочу заходить как сетью, чтобы это все делать, отборочные туры, чтобы искать себе команды. Это вот как сейчас модно иметь футбольную команду, а в будущем будет у тебя модно иметь, да, то, что и прибыльно. А, нет, здесь уже такое даже. У него масштабная бизнес модель. И киберспорт в Казахстане, почему, я думаю, сильно, как бы, у нас сильные игроки. Потому что у нас в детстве как, ты идешь, самое классное удовольствие, это идти на ночь в компьютерный клуб, взять двух ультровый колос, лингвич и играть в контру. Это же вообще кайф чистый. И у нас так же и люди сидят. У нас просто много в нашей реальности негатива. И чем больше негатива в системе, тем больше человек хочет прятаться в искусственном мире, где может он развиваться. И у нас, да, фига, люди сидят в компьютерных клубах. Да, то есть мы не ищем другую реальность, поэтому любим фантастику и так далее. И поэтому, как бы, я решил, и я как бы это соединил больше с кафе, с баром, чтобы это уже перерасти в тусу. Чтобы вот люди ходят, смотрят футбол, да, матчи. Чтобы так же, там люди играют, да, там могут они сидеть и обсуждать, смотреть чемпионаты, матчи тоже обсуждать. Своя цифровая туса, знаешь, уже. Не, оборудование у него еще я удивился, геймер, репабликов, геймерс, самое топовое. Да, я официально, я их официальный партнер, да, стал. Откуда это вот? Асус репабликов, геймерс. Вот, Асус, да. Это же номер, это сейчас. Вот, говорю, вот, мазан, посмотри, вот, у него видно масштаб мышления, понимаешь, масштаб есть. Вот не хватает наш многим. Какая еврейская, да, которая не детальная, да, а масштабная, понимаешь. Вот, например, открываешь вот эту базарню, да, автомойку, сделай ее глобальной какой-то. Вот, понимаешь, у нас сколько компьютерных клубов есть? Реально этого не хватает во многом. Вот глобальность мышления, видишь, ощущается сразу, вот, можно вот так. Ты его не вот так, что он какой-то вот такой, ты не понимаешь, где грань тут, конец, где его мышление. Вот это и есть духовность. Эта тема очень приколола. Получается, ты хочешь какие-то типа команды, короче, да? Да, видишь, я хочу ставить в каждом городе, у меня с Асус урок договоренно, что я могу открывать два клуба. И тем самым эти все клубы будут как отборочные. К примеру, в Алмате поставить арену. И все, эту арену поставить, взять спонсоров всяких официальных, тоже как Асус урок. Я могу подтягивать крутых спонсоров. И все это вывести. А сейчас у нас идет развитие киберспорта. Официально в этом году спортом признались, братан. Официально признали спортом. И все к этому идет. И я считаю, что так же, как и наши в творчестве сейчас рвут, наши киберспортсмены так же все будут рвать. Гамбит номер один. Просто дать им настроить экосистему киберспорта. Вот сейчас, как экосистему для стартапов настраивать, Астана Хаб. Ну вот, нужно киберспорт развивать и вот эти креативные хабы сделать. За счет этого у нас... В Астане, по-моему, у нас нет такого, знаешь, творческого креативного хаба. Да, а ты прикинь, взять какой-нибудь большой склад. Вот даже возле Артема есть такое здание, там такое большое. И оно стоит, пустует. И это превратить как фабрику. Не, мы у нас-то пытались, пытались, я помню, каждый год пытаются. А потому что это... А нет души? Нет вот этого, знаешь? Нормальных людей нету. Приказно же идет, вот проблема. Вот так сверху идет, приказ дается, как завод построить, да? Надо этих фриков вместе, короче. Вот так сделать, сколько денег, бюджет, смета. Это должно быть больше частный, частный проект. Да, снизу вверх. Подтянуть разных интересных инвесторов и все это объединить в этот проект. Сейчас вот эти менеджменты, пацаны, то, что мы обсуждаем, да, это все упирается в что? Принципы холократии. Холократии? Да, холократия. Что это такое? Ну, это что? Все в компании, знаешь, равны, денежные средства равномерно между всей командой распространяются. А не главный взял, бабки получил и потом этот. Что? Есть, например, там рост внутри компании, построение бирюзовых организаций. Да, я сегодня. Компания, это было живым организмом, понимаешь? Это очень правильно. Да, вот такие вещи, понимаешь? Если мы просто, вот это сделать надо, просто внедрить кайдзэн, внедрить такие вещи, да? Кайдзэн это вообще... Это же вообще топчик, братан, это систему, понимаешь? Его можно внедрять хоть куда. Ты тупого человека, самого тупого человека на земле поставь компанию, где есть кайдзэн. Да. Он, братан, не сможет тупить, потому что у него все написано. Вот это сделать, поставь вот это сюда. Понятно. Также любой неудачник, обиженный жизнь, человек может с помощью кайдзэна вылезти из любой жопы. Вот, блин, все есть. В ютубе смотрел видео Марулана... Псисимбая. Когда он рассказывал, как все в своей жизни и так далее настроить через кайдзэн, короче. Кайдзэн крутая тему. Я сам для себя много чего понял. Но у меня она как с кайдзэном подружилась? Через книгу монах, который продал свою феррари. Это как бы очень просто, но всегда... А там книги рассказывалось? Ну да, он же там и кайдзэн говорил. А, я уже забыл. Этот монах ему рассказывал, типа, живи по кайдзэну. Кайдзэн, ты философия же? Не-не, я примерно, короче, после этого видео... Сторис еще трое сторис снимал. Да. Что-то вертолеты из строя. Вертолеты из строя. Ну, например, прямой пример кайдзэна, да? Да. Мы, короче, собирали... Вот у нас была команда, типа, вот, завод, типа, склад, кто-то делает эти... На лего, короче, вертолеты, штучки. Да, я видел. Мы, короче, собрали один вертолет за, не знаю, 170 секунд. Потом мы, короче, за 170 секунд, не знаю, собрали, по цене, 20 или 30 вертолетов. А почему? Потому что поставили систему. Ты ставишь это, ты сделаешь это, тут стоит карточка, а когда эта пустая карточка стоит, я должен всегда сюда какой-то инструмент поставить, чтоб он взял сюда поставил. И, типа, мы вот так стоим и... Алгейтинг. Ммм, это как в Формуле-1, да? Да, вот, кстати, типа, показываю, Формулу-1 1950 года. Приходит, чувак ставит, там, машину заменяли, там, где-то минута уходила, чтоб все поменять. Ага. Сейчас. Да, сразу поехали, да? И так же этот кайдзен можно применять в жизни. Например, любой человек хочет заниматься чем-то, и он себе ставит много целей. Конечно, вот, я запишу в тренажерку, ой, я брошу бухать, я все начну делать. И все, это он одного большого врага делает. Но чтобы этого врага победить, нужно по чуть-чуть, там, взял, начал отжиматься. Начал, там, пить, там, раз в неделю. И вот так он, как бы, победает. Я недавно пришел к тому, что, это, сила духа, да? Это, типа, знаешь, такая энергия, которая временная. То есть, месяц-два, да, вот, когда ты такой заряженный написал, вот, да? То есть, создал такого чувака, который надо уничтожить плохого. Все я буду делать. Вот, через два месяца, отвечай, вот, да? Случается такое. Потому что брак большой. Да. Потому что брак большой. И прешь больше, и хаваешь больше, да? Ну, не по кайдзену, потому что. А тут надо маленький. Задал планку, это планка тебе, вот так, на! Да. А что есть, тоже, типа, кайдзена, тоже, типа, этого, знаешь, типа, альтернатива, скажем? Есть что-то еще? Да, братан. Мне кажется, для зрителя кайдзена это будет, типа, что-то сложное. Ну, это тут же много. Сейчас вот эти все тренинги, которые, да. Да, мне кажется, любая, братан, международная какая-то религия, или, там, тот же конфуцианство возьми, даусизм возьми, возьми ислам, христианство. Братан, мне кажется, люди за нас тысячу лет назад все написали. Думали, да. Все расписали. Одна и та же модель. Она везде гуляла. Да, все, просто люди, когда изучают какую-то религию, либо какую-то духовную практику, они вот самую верхушку смотрят. Да. Но, братан, никто не хочет, понимаешь? Не проникает. Анчоусы, вот эти, анчоусы. А никто не хочет, кита скушает. Вот, это вот из стратегии этого, да? Голубого океана? Нет, это не стратегия Голубого океана, это я в Дэвида Линча взял, в Дэвида Линча книга есть. Как я тебе, я неправильно сказал, да? Стратегия Голубого? Нет, нет, стратегия Голубого океана. Да, да. Это сугубо про маркетинг, это сугубо про маркетинг. Да, да, да. Я ее купил, но такие не прочитал еще. Блин, бро, это книга, которая... По твоему совету. Это, знаешь, это маркетинговая книга «Стратегия Голубого океана». Это, знаешь, это уже 100-килограммовая гиря, понимаешь? Чтобы ее прочесть, и перед этим должен быть 20-30 книг других прочесть. Это очень тяжелая книга, короче. 99 фанков. 99 фанков – это вот на изи, когда ты попса понял, брата. Ты, короче, Баха не поймешь, пока ты Егора Крида не послушал. Я не знаю, ну типа такого как тайписта. Почему мне интересно насчет псенофобии? Я еще, когда IGTV появился, я, короче, первый выпуск почему-то решил насчет этого записать. Он так и не загрузился. Я же учился в Малайзии, короче. И там я видел такую ситуацию. То есть почему мы немножко боимся, да, вот влияние Китая и так далее, там. Потому что, когда я учился в Малайзии, я видел такой пример. Для меня, то есть субъективный мой взгляд был такой. Государством занимаются чисто малайцы, а весь бизнес, все остальное, да, все связанное с алкоголем, там, что очень маржинальное и так далее. Это все у китайцев. Потому что, бро, китайцы, как и до этого мы обсуждали, они идут правильные вообще технологии. Стратегии, да. Я сам же прожил 8 лет в Шанхае. Я изнутри это все видел. Как это все происходит. Каждый день люди выходят делать тайчи. Для чего? Тайчи Чуан? Это да. Тайчи Чуан – это все дуло, зарядка и все такое. Да нет. Люди, они взяли духовность. Тайчи – это ты берешь в позе дерево, стоишь 20 минут, выкачиваешь энергию земли, заряжаешь вокруг себя, а потом начинаешь ее умножать. Когда ты ее умножил, получается в тебе дофига энергии. Потом, как эту энергию у тебя отобрать? Нужно, это же через мысль. И тебе дают идею. Идея коммунизм. Китай, китайское государство всех победит. И все информационные каналы выключают. Фейсбук, вот это все. Есть ЮКУ, есть вот это. И смотрите, в Китае телевизор включишь. Есть много каналов, но все они, короче, у них 7 видов. Это реклама. Купи вот это, купи вот это. Это же старая реклама. Потом старые фильмы, которые прошли в фильтр. И есть эта передача, знаменитая у них, как «Царь горы». Знаешь, такие тупые. И они оттупляют людей, чтобы они не думали ни о чем лишнем. И просто выкачивали энергию, и каждый знал свое место. И все отдавали в государство. Все, у них везде, знаешь, патриотизм, патриотизм. Шанхай, Шанхай. Везде накажена заставка «Пудонг». «Пудонг» — это экономический проект по всему миру. Это как нейронный сайт. Что такое «Пудонг»? «Пудонг» — это правый берег Шанхая. Это экономический показатель, чему добился Китай. И это все самые крупные компании на «Пудонге» стоят. То есть они делают из своих чуваков типа супер-патриотов. Да, супер-патриотов. И эта вся нейронная сеть окутала землю. А вот это вот сейчас… Я честно не вникал в то, что сейчас творится с казахами, с ульгурами. То есть типа куда-то их помещают. То есть… Нет, это не помещают. Что? Как это вообще? Там, когда была революция, ты про революцию говоришь? Нет, вот… Братан, там причина фундаментально стоит, понимаешь, то, что есть вот Циньцзянь. Я просто… Я, короче… У меня бабушка, дедушка в 1953 году переехали на территорию как раз собственно Алматинской области, Казахстана и так далее. И постоянно я в центре новостей на протяжении всей жизни, что там происходит. Понимаешь? Там как бы нации и так далее, это окей. Но Китай, они хотят один народ, одну массу сделать, понимаешь? А там как бы мусульмане все живут, понимаешь? И они как бы что делают? Они говорят, когда ты… Тебя… Они пытаются поменять прошивку. Там, братан, там еще Дунгань есть. Там есть казахи. Там есть татар очень много, кстати. Кыргызов очень много. Они что хотят? Они хотят сделать, что вот все, одна страна, один этот и все промывают. Там, например, такие вещи всякие делают, чтобы ассимилировать нацию полностью, понимаешь? Почему? Потому что, например, тебе… Это не только Циньцзянь, это еще Тибет делать. То есть, Далай-Лама за это еще давно топил. И Циньцзянь, да, это вот… Ну, это Циньцзянь – это «новая граница» переводится. А так это, типа, как территория такая… Силь, да. Силь. Да, восточный… Восточный Туркестан, да, еще называется там. Смотри, это самая большая провинция Китая. Это единственная через землю, как может Китай на Европу выйти. Из-за этого сейчас дорога идет. И там постоянно идут такие революционные темы, чтобы независимость, получение больше автономии и так далее. И чтобы это все пресечь, они, братан, устраивают такие лагеря, где, братан, перепрошивку делают, где люди говорят, я клянусь служить полностью там партии Китая, отказываюсь от всех религиозных догм, Бога нет, короче. Ну, в Советском Союзе то же самое делали, по идее. Один в один. С нашими бабушками, дедушками то же самое. Коммунизм, коммуна, коммунити, коммуна. Один разум хотят сделать, понимаешь? Масса, чтоб мыслила. Потому что это единый организм. Да, это, кстати… Это дракон, который, знаешь, сожгет всех на земле. Книга есть «Управление массами и человеческим я». Йозефа… Как его? Пацаны, как я его забыть мог? Самый хайповый психолог на этой земле был. Зигмунд Фрейда. Прочитайте её. Он там говорит, что масса – это один единый общий интеллект. Чтобы… Там понимаешь, как он делал… Например, когда даже Гитлер устраивал каюти, он брал интеллектуалов, самых умных представителей, и вокруг них ставил очень такую массу. И эти интеллектуалы, братан, теряли свой разум и говорили «Да, типа, да, нацистская Германия». И вот то самое там делают. И, как бы, почему только сейчас стало известно всему миру, что такое происходит? Почему? А что, это давно уже? Это, братан, уже несколько десятков лет происходит. Почему только сейчас такая тема началась? А, почему актуально сегодня? Потому что, братан, Китай жестко массу набрал. Ага, да. Сильно, да. И нужно как-то конкурировать. Нет, нужно как-то конкурировать. И это единственный рычаг стал давлением. Недавно даже премьер-министр… Да, да, да. Канада, кстати, вот Парамисовская республика – это первый, который глава заявил о том, что надо что-то делать. Мы там чуть ли не торговый эмбарго хотят Китаю объявлять и так далее. Чтобы, типа, human rights нарушают, да, человеческие права. Это против конвенции. То есть Китай сильно вперед идет и, типа, это единственный власть… Типа, это один из рычагов, чтобы их затушить, типа. Китай – это как саранча, он поглотит все. Братан, Китай уже всю Африку закупил. Понимаешь, вот есть мир, вот что сам прикол. Что происходит, все, что видит на поверхности. Beyonce качает, Kenny West там что-то замутил, да. Ну, то, что на поверхности. Но, братан, люди чуть-чуть не погружают на то, что Китай, братан, кредитами дешевыми, братан, всю Африку скупил. Он все скупил. Да, да, да. Платы что-то, да. Да, у нас, пацаны, недавно жил. Ровно год назад же тенденция насчет Китая было, что, типа, в аренду хотели землю. Это же тоже хайп был. Все приостановили, да, там, слава богу, все нормально, да, прошло. Но это, да, временно он был. Это временно, да. Ты же вот видишь? Это временно? Да, по-любому временно, братан. Ну, мы рядом находимся. Нет, вопрос был просто. Да, это временно. По идее, вот обратно, если к нашей стране вернуться, я всегда об этом задумываюсь. То есть, прикиньте, да? Вот, пацаны, Казахстан, вот в чем прикол, да, пацаны? Да. Россия хочет на Казахстан влиять. Китай хочет на Казахстан влиять. Мы находимся между... Как Хассел, посиди. Вот три великие державы есть, да, по сути. Китай, Россия, Америка. Мы между двумя находимся. И как на нас США влияет, влияет. Как на нас Турция влияет. И сейчас Южная Корея бешено начала. То есть, понимаешь, все хотят как-то влиять на Казахстан. И вот за что я реально вот этот чисто мой нелицемерный нелицемерный респект президенту, да? Он хаслит. Версит. Со всеми. Да, хаслит. Он кто-то сегодня туда закинет. Вот это круто. Шук-шук, Валиру, да. Это круто. Но ты уважаешь Назарбаева. Да, братан, вот без лицемерия, вот как есть. Типа на камеру, что снимают, вот по факту это невозможно. Вот если ты погружаешься в эту тему, а просто общался там с очень такими первыми лицами, которые у нас решение принимают, там невозможно, да, игнорировать эту вещь. Да, согласен. Ты прикинь просто. Не, он круто все вытащил. Просто это вокруг. То, что у него там какие-то моменты, это все влияет не очень. Он же тоже. Он сам как лидер, он жестко нас вытащил. Он нас не дал ни туда. Я очень сильно уважаю его. Да, я тоже уважаю. Очень круто. Капец, да, это воздух накаляется, когда вытащишь. Все закончили чем, что типа хвалят, да, короче. Да, да. Давайте какую-то мораль вытащим. Мораль, знаешь, мы то, что говорили про духовность, да, о цифровке. А много чем. Ты свою скажи мораль, братан. И Олжик свою. Мораль в том, что все идет к концу света. Что такое? Что мы умрем? Да. И нужно повышать душу, духовность. Рухани Жангру говорят, ну нифига не Рухани Жангру. Вообще не по той теме. А нужно реально повышать душу всем людям на земле. То есть это… Потому что, знаешь, это как человек, он кусок мяса с эго. Но только душа его бесконечна. Обожаем Махзан за такие. Душа бесконечна, а она и безгранична. Просто у нас это все закрыто. И только так мы можем управлять технологией. Если мы сейчас не разовьем в себе такие способности, чтобы этим управлять, то это нас хавает. Это даже, знаешь, в Коране говорится про Даджаль, Махди. То, что Даджаль освободится. Это же он будет одноглазый. Нет, Даджаль освободится. Даджаль освободится. А это, короче, ящик. Даджаль одноглазый. Вот тебе один глаз, братан. Вот здесь один глаз. И он уже нас порабощает. Махди – это вера. Он уничтожит веру. Вера – это как новая эра, которая сейчас приходит. И люди все пробуждаются, говорят, что-то высшее. Все начали понимать про духовность, про космос. И вот этот Даджаль просто на, его уничтожит. И кто это все спасет? Это спасет Иса, да? Любовь. Да, да, да. Любовь. Любовь придет, а любовь – это что? Это то, что мы объединимся и станем одним организмом. Любовь – это душа. Понимаешь? Все. И надо душу развивать, чтобы не проебать нашу жизнь. Вот он сказал, вот реально, мир – это настолько игра. Большая игра, да? И вот если смотреть на эту игру как бы более с глобальной точки зрения, да, что если ты вокруг себя, да, Казахстан, посмотри, как будто вот Казахстан закрытое общество. Мы можем здесь выстроить такой феномен сделать, что люди приезжают в Казахстан, что у нас таксист, прикинь, американец приедет, говорит, почему там таксисты такие? Почему мне, которая, девушка убирает там еду на это, пожелала хорошего дня, у вас классный галстук? Еще ватрау это произошло. Еще ватрау, если или вахтау, да, там произошло. Это же можно сделать все. У нас же пойти… Эгрегор. Эгрегор, да. Эгрегор, да. Вот мне кажется, вот то, что, да, фундаментально. И почему мне кажется, к этому разговору пришли, бро, к духовности? Какой разговор есть выше, чем эта тема? Просто нету в этой селе. Нету, да. Обсуждай деньги, обсуждай бизнес, политику. Вот выше политики, да, стоит духовность, братан. Потому что она бесконечна. И самое главное, мы без бухла еще дошли до этого. Да, без бухла у нас, братан, вода. Вот если мы проплачивались бы, да, здесь могла быть ваша реклама. Как печеньки Орел. Да, да, печеньки Орел. Вот. Духовность. И вот эту духовность мы потом должны, вот эту как бы интеллектуальную составляющую, такую составляющую. Как вот обратно, да, вот как в Сингапуре. Там чуваки реально духовно развитые. Там реально, там вот представьте, настолько объективная страна, что девушка, президент Сингапура, у них парламентская республика, а не президентская. У них девушка, она, братан, хиджаб носит. Прикинь, у них президент женщина, хиджаб носит. Там китайцы в управлении стоят. Ну, управят всеми-то китаец. И там, братан, все религии, все нации, все вместе живут. Там люди не плюются. Да, все круто. У них самый крутой аэропорт на этой земле. У них там кинотеатр бесплатный есть, жвачек нету в магазинах. Все для людей. Маленький островок, самая большая заправка для этих. Просто какая-то вот маленькая, ничтожная, по идее, если так смотреть, по сравнению с нашей страной, страна что-то сделала. Корея что-то сделала. У них же нифига нет. У нас все есть. Крутая экосистема налажена. Наш самый большой плюс. Мы вот, если взять, мы, типа, Казахстан, да, вот, может посмотреть. Сейчас я вот на него так смотрю, который казахстанский такой, какой-то казах такой, мажорик, да, который на нефтяной игле сидит, у которого папки дает, пока не прилетел сапалах такой. Вот нужен вот этот сапалах потихоньку и приходит, что вот нефть упала, люди начинают двигаться, айти начали думать. И это потихоньку, потихоньку. Вот после духовной составляющей, если мы будем развивать вот эту интеллектуальную составляющую, да, ну и, конечно же, обратно, да, физическое у нас, мне кажется, у нашего населения как-то оно есть, в принципе, да, относительно, да, у нас вот что, что, пацаны, по физическое состоянию у нас там каждый второй батыр с духом в таким, да, пацаны. Разум, он как хитрость, вот это все тоже прокачано, знаешь, только оно уже слишком с телом. Наш казах любой, блин, с любым человеком, вот, может быть, духовностью может хапануть, интеллектуально может хапануть, но по разам, пацаны, вот любой вынесет за Хазбека с района, я уверен, короче, да. Смотри, насчет шапалаха, короче, этот, я недавно, вот, пост Камалдина были, твои посты, вы хотели, короче, потихоньку с блогерами вместе, короче, этот, и вообще населению, да, дать такой, не шапалах, да, вот хотя вот это вот, да, хотя бы, от блогеров хотя бы, чтоб что-то дошло до банковской системы. Я написал, братан, Маса, да, его, этот, я не читал. Ну, Маса, он проедет, говорит, я, типа, как, этот, Маса, да, который, а мой народ казахи, да, это как шабан, который спит, да, братан, а там, ну, как бы он Российскую империю тогда подожревал, это змея какая-то, угроза идет, а я, как этот, комар хочу ужалить, короче, да, и пробудить народ. Но этот шабан, короче, не просыпается, не хочет как-то пройдет, он берет меня и хлопает, короче. Капец, прям, очень охрененный пример. Ну вот, он, вот из-за этого Маса написал, понимаешь, и мы, что-то, когда с Камалом, мы постоянно, у нас есть комьюнити такой блогерской, когда мы обсуждаемся и говорим, бро, что мы будем делать дальше, давай что-нибудь придумаем, короче, давай рекламный рынок вынесем на новый рынок. И вот такие вещи нам приходят, а за нас уже, братан, мы не самые умные, мы не самые интеллектуально развитые, надо это понимать, абстрагироваться от своего эго, мы конченые существа, я всегда так отношусь. И типа, за нас все придумали, давай просто это чуть-чуть потихоньку, потихоньку, степь по степь делать. Вот с помощью как? ДРТ ты сказал? Да, ДРТ. Душа разума тела. Душа разума тела. И тогда все будет. Вот я сам даже по ошибке поступил на химическую инженерию. Человек просто стопроцентно творческий. Ага. Я отучился, ну, это как бы больше, знаешь, меня отец говорил, ну выбирай все, что хочешь, но ты же знаешь, где стабильность. Ааа. Типа, а я в тот момент был, когда, знаешь, информационно я не был, информационно не был подкован, что типа, блин, вот я хочу делать творить, но вот это меня взяло вверх, потому что общая информация была такая, стабильность, стабильность. Куда ты прешь? Ты поехал в Китай, а Китай это же нефть, это сейчас соединение. И вот так я проебался. Ну ладно, не проебался. То есть на тот момент не хватило какого-то капитала, знания в плане, чтобы... Да, я даже... Ну ты адаптировался там, правда? Адаптировался, но я все равно адаптировался. Это для меня такой момент жизни, 20 лет, это осознание. Ну тебе еще повезло, да? Да, мне повезло. А прикинь бы я ушел и потом бы просто всю жизнь себя хавал бы. И все, был бы озлобленным человеком, так же стал бы таким агаш, который схапает. Кикал бы во время пробок. Ненависть ела бы во мне, что я сам себе лицемер. И вот очень часто сейчас в последнее время на этот... Ну как-то переговоры там, встречи и так далее с девчатами, да? Там 96-97-е годы. У них вот эта вот проблема. То есть нету какого-то бэкграунда, то есть знания, да? Чтобы заняться тем, что они хотят на самом деле. Да, нету людей, которые говорят, ты это можешь сделать, это круто, на это можно подняться. Мотиваторы. Они просто не знают, ну Виталий, чем заняться? Да, 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 мотиваторы. Они понимают, что надо заниматься любимым делом. Но нет любимого дела. Слоган Юфрейма, кстати, да? На то дело пошло. Найди себя. Что нужно сделать? Вот коротко давай, закончим уже, да, передачу. Бро, human design, 16 personalities. Заполни и слушай свое сердце, братан. Наше тело, наша душа, оно знает, что ты хочешь. Вот согласись, вот когда у тебя выбор стоит, типа пойти в клуб или выспаться, чтобы завтра пойти и там куда-нибудь на какую-нибудь выставку пойти, потому что ты смотрел, ты хотел туда. Твоя душа, ну твое эго говорит или что-то тебе тает здесь со стороны. Душу с желанием. Вот, душу с желанием. И он такой говорит, э, потусишь, там будут девчонки, там будет ухо, там пообщайся с кем-нибудь, там то-се, там кого-нибудь выцепишь. Вот такая тема играет. Ну да, мы больше хапаем именно от быстрого замедителя счастья, а вот мы еще попробовали вот реальное счастье, да? Поэтому выбор делаем в эту сторону. Давайте я какую-то мораль делаю, да? Мораль. Мораль. Мне очень сильно понравился твой пример насчет масса, да? То есть насчет комара, который пытается разбудить чабана, чтобы... Кто? Волк, да? Змея. Змея, чтобы, да, его не укусило. Может быть, это подкаст-то мы сколько, два часа записываем и так далее, то есть разговариваем и так далее. Но реально, если это комар будет действовать, ну это уже, мне кажется, это будет классно, круто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok